Всем привет! Сегодня мы поговорим о TableView в Swift. Мы поговорим о том, что это такое, создание прототипа ячейки, создание секций, выбора ячейки и свайпа ячейки. Что такое TableView? В основном это список однотипных данных. Для того, чтобы вы не верстали это как какое-то отдельное представление, можете это вынести в отдельные ячейки, потом просто динамически их добавлять, что упрощает довольно сильно работу. И секции. Секции это если вы хотите разделить свои ячейки по каким-то определенным признакам, что потом довольно сильно упрощает работу. Давайте сразу перейдем к просмотру. Вот я создал новый проект. Переходим в MainStoryBoard и добавляем таблицу. Перетаскиваем просто на основное представление и приконстрениваем по нолям ко всем сторонам. После чего мы хотим добавить прототип ячейки. Для этого опять-таки ищем ячейку Cell и перетаскиваем. Все, у нас есть наш прототип ячейки. Что мы хотим сюда добавить? Пускай это будет просто какой-то текст с лейбла. Лейбла по центру. Сделаем стиль bold и поднимем размер до 20. И напишем у себя title чтобы знать что это такое. Ну и пускай еще будет еще одна лейбла. Просто скопируем и вставим эту, потом подредактируем что мы хотим. А от нее мы уже хотим чтобы... Так, не то мы хотим. Мы хотим ее приконстренивать не к верху, а к title. Теперь кидаем construct. Отлично. Она теперь говорит что хочет знать высоту. Ну давайте это заведем. Высоту такую как она сама предлагает, то есть 24 поинта. Все остальное осталось на свои места. На всякий случай давайте еще ей заведем высоту. То есть не 79 поинтов, а я хочу чтобы было 100 поинтов. Все. Шикарно. И поменяем шрифт с bold на regular и с 20 на 17. Включим ей multi-line, ну для начала вот. И lines делаем 0, не 2, а 0. Это значит что линии может быть столько сколько захотим. Все. Мы создали ячейку, но мы не можем ее никак редактировать. Для этого надо создать класс ячейки. New file. Выбираем что-то какого-то очкласс. У нас говорим что это ui-table-view-cell и называем ее prototype-table-view-cell. По факту вы ее можете назвать как хотите. Итак, мы создали прототип ячейки. Пока что здесь вообще ничего нет. Что нам надо? Начало надо скопировать название, перейти в storyboard, зайти в ячейку, нажать вот сюда, зайти в ее свойственно как класса, айдишник. Тут можно ее посмотреть. И кажется, что ее класс это наш prototype-table-view-cell. Enter. Теперь если мы попробуем объединить редактор и storyboard и скажем, что мы хотим автоматически подтянуть, он ничего не подтягивает, выделяем ячейку, все равно ничего не подтягивает. Тогда мы берем просто мануальную, manual, itdvn, tvdn и тут выбираем prototype-table-view-cell. Теперь просто берем и аутлетами подключаем сюда title. Я советую писать LBL, так короче и понятно. И это у нас будет description. LBL. Отлично. Теперь у нас есть прототип ячейки и сама по себе ячейка. Что нам надо сделать теперь? Нам надо взять сам по себе tableview, нажать Ctrl или правую клавишу мыши, навести на viewcontroller, искать что-то data source и delegate. Теперь мы переходим в viewcontroller и в viewcontroller подключаем нашу таблицу. Ну пускай это будет test tableview. Все. Мы подключили нашу таблицу. Теперь нам надо сделать, наследоваться от делегатов. Это, как мы сказали, data source delegate и просто, ну то есть data source и просто delegate. Оба delegate. Но делать так, как это показывает большинство, я не хочу. Потому что это неправильно. Надо писать extension. И теперь наследоваться от ui tableview data source и ui table delegate. Мало того, это надо не просто выносить в extension, в тот же файл, в котором у нас происходит разработка. Давайте создадим папочку. newgroup viewcontroller. Ее перенесем сам контроллер и создадим тут еще один файл. Просто Swift. и назовем ее viewcontroller-table. ViewDeliGuard. И в этот файл, закроем эту часть, в этот файл полностью вставим extension. Сюда надо заимпортить UI kit. Все. И как вы понимаете, зачем это делается? Затем, чтобы не захламлять основной контроллер. Когда у вас только одна таблица, тогда все хорошо и красиво. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране и получите скидку 15% на все курсы ITVDN. ПОПОИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ПОПОИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...